День дорогие друзья, мы продолжаем наше изучение Торы. У нас новая недельная глава, называется она Хареймот. А Хареймот было после смерти двух сыновей Агарона, когда они предстали перед Богом и умерли. Всевышний говорил так. Маше Агарон получает указание, чтобы проводить службы в Йом-Кипур, в частности, в соответствии с тем, как написано на Торе. Четко. Потому что то, что умерли два сына Агарона, это было очень большое впечатление. И малейшее отклонение от этого очень чревато. Пишется в Медраше, что те, кто так поступал, что-то не в соответствии, они подвергались порке. Вот такой удивительный закон. Видно, для тех людей, которые действительно были такие большие люди, как на Давы-Абегу, это заканчивалось смертью. А для других людей, которые еще не были на таком высоком духовном уровне, их могли выпороть за это, если хоть малейшее нарушение сделали. Написано, что в Йом-Кипур Агарон должен входить с быком молодым для жертвы грехочистительной и с бараном для всесожжения. Тут не расписано точно, как работать с этой жертвой, но мы с вами знаем из лавы во икра, что первосвященник в первую очередь должен принести грехочистительную жертву за себя. Мы знаем, что режет ее первосвященник во дворе храма, берет ее кровь, вносит в святилище и брызгает в сторону завесы, отделяющие святилище от святых, 7 раз, 1 раз вверх, 6 раз вниз. После этого подходит к золотому жертвеннику для ароматных воскурений и обмазывает кровью углы, то есть это получается возвышение по углам жертвенника, так называемая рога жертвенника. После этого выходит, выливает оставшуюся кровь у основания жертвенника всесожжений во двор храма медного жертвенника. После этого он вынимает из быка жировые части, сжигает на жертвенника во дворе храма, а всю остальную тушу и даже шкуру и нечистоты, все выносится за пределы стана, вместо выброса пепла в чистое место и там сжигается. И закон такой, что животное, кровь которых внесена в святилище, сжигается вне стана. И такие жертвы очень редкие. Это жертва за первосвященника, за высший суд Сангидрин, за сжигающий в храмовом дворе. Вот так происходит. Здесь в этой главе об этом мало написано. Но написано о двух козлах, которые приводятся во двор храма и один козел приносится в святилищную жертву от всего народа. То есть козла, на котором выпадает жребень, приносят жертву, режут его на том же месте, где режут жертву высшей святости. Все сожжения и герахидные повины зарезали этого козла. После этого берут кровь и приносят в святилище. И впечатление от текста, что гарон должен обрызать ею крышкой, крышку ковчега и перед крышкой. То есть не в сторону завесы, а прямо крышу ковчега, а перед крышкой обрызгивает семь раз. После этого берет кровь этой жертвы и выносит во двор храма двора. И не написано, что он подходит жертвнику для ароматных воскурений, как в случае с быковым, который за него. И написано, что смешивают кровь козла с кровью быка, которая за него очевидна, например, священника. И обмазывают углы, как называемые рога жертвенника для всех сожжения. Обмазали, после этого вынимают из барана, так же как из быка, вынимают жировые части все. Выносятся туши к месту выброса пепла и тушу барана, и тушу быка, и с нечистотами, и со шкурой совсем сжигают. Такая удивительная служба. После этого берут второго козла и положат руки на голову козла и передают все свои грехи. Все наши грехи уходят с этим козлом. Написано, козозелю, с нарочным в пустыню. Что такое азазель, если переведем слово, как пишет Митраша, перевести его как дьявол, то это не соответствует тогда тексту Торы. Потому что написано в главе шмот, в книге шмот, что только Богу следует служить. И ни в коем случае нельзя понять по-другому. Поэтому это место в пустыне, так называемая скалистая скала, азазель, вот так. И отводят этого козла человек, который должен в этом году умереть. Мудрецы наши знают, кто этот человек, они обладали такими знаниями, кто может в этом году умереть. И отводят козла в пустыню и сбрасывают его со скалы. И козел уносит в сторону обрыва, в наши грехи. И так мы избавляемся от грехов. В Ём-Кипур служба. И когда сбрасывают козла, начинается служба. Как люди узнают, что уже сброшен козел? К воротам храма привязана красная лента. И вот когда козел улетал в эту яму со скалы, бросали его там не знаю куда, пропасть. То тогда лента начинала белеть. И становилась белой. И так понимали, что козел уже сброшен. Грехи наши унес. Но начиналась, уже служба дальше продолжалась. Вот так это работает. Что нам еще из этого важно? Что у нас есть такой день, один день в году, который искупает наши грехи. Даже те грехи, которые тяжелые. Написано, те грехи, которые называются грехи за заповеди, которые говорят нам делай. За поведительные заповеди. Всевышний нам сразу прощает. А вот за заповеди, которые говорят не делай. Всевышний откладывает наказание до Емкипура. И в Емкипур прощает. Вот эта служба настолько важная, чтобы снять с нас все грехи. Чтобы мы оставались чистыми. Для этого нам Всевышний все это указал. Как это делать? Нам главное правильно все соблюдать в точности. На сегодняшний день мы не имеем храма. Надеюсь, это скоро произойдет. У нас будет храм. Но мы должны поститься в этот день. И читать молитвы. И приходить на службу, которая идет целый день. Вот так вот. И так мы своим поведением, то есть теряя там как нашу кровь, в общем допустим. Что мы не едим, не пьем. Так мы искупаем наши грехи. Все. Всем всего самого наилучшего. Урок был дан за поднятие души Мойша бен Давид, Берта Батасарель, памяти Павла бен Ефим, Яков бен Ахун, Леон бен Григорий, Здоровье, Давид бен Стелла, Светла Батлара, Шолом, Йона бен Цара, Шимон бен Царх, Инна Батмира, Борис Бен Мария, Мойша бен Маня, Анна Батримка, Рахель бен Лилия, Полина Первая бен Сони Сура, Лена Батлара, Стелла Баттейла, Женя Бат-Ида, Инна Бат-Дора, Анна Бат-Илена, Станислав бен Рахель, Ефим бен Эстер, Двойра Батмиря, Моисей бен Ева, Ирина Бат-Двора, Йосип бен Раиса, Инесса Бат-Моэль, Евгений бен Берта, Вивен Ита, Фера Бат-Ана, Геннадий бен Елена, Елена Бат-Инеса, Ольга Бат-Светлана, Йосип Дан бен Цара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия Бат-Белла, Яков Йосип бен Рахель, Ильшивот бен Мира, Фейка Бат-Берта, Ася Бат-Года, Марк Бен Нина, Ира Бат-Вера, Леон Бен Клара, Рафель бен Клара, Ханна Цепора Бат-Цара, Ида Бен Хая Авива, Ефим бен Цоня, Майя Бат-Фаина, Алексей бен Ольга, Клара Бат-Броня, Гая Бат-Царит, Масло Барсасгуа, Ирина Батури, Арон Ребенури, За хороший дух, Арон Ребен Двора, Низь бен Ахум, Али Галь Бат-Цара, Ханна Бат-Абрагам, Рафель, Ариэл Бен Лариса, Галия Бат-Гидали, Парасай Брюд, Валер Бен Рая, Анна Бат-Александра, Марина Батрая, Борисия Марина, Алексей Бен Наталья, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем Браха, Параса, Кавана, Мазал то, Что мы это время не грешили, Учили Тору, Всем желаю крепчайшего здоровья, И до следующих встреч, Надеюсь, Это состоится Завтра В 15 часов, И пусть срочно закончится Страшная война, Салом, Салуа Туф.